Народ, всем привет! Недавно мы запустили новую тему Это топы Так как первый топ Ссылочка будет здесь, кстати Зашел очень хорошо, то есть вам понравился Много было лайков, комментов по поводу того, чтобы продолжать этот формат Поэтому сегодня новый топ На самом деле сегодняшний топ Называется топ лучших автомобилей В бюджете 500-600 тысяч рублей Для Нижнего Новгорода Конкретно для Нижнего Новгорода Потому что в этом городе я побывал довольно продовольное время Так как в Нижнем Новгороде дороги отвратительные Поверьте, отвратительные дороги Я бы посмотрел То есть я застал как раз момент, когда выпал снег И чистили довольно слабо И очень много было снежных горочек, насыпей Где легко можно поставить ваш седан или хэтчбэк Поэтому для Нижнего Новгорода В бюджете 500-600 тысяч рублей Я буду рекомендовать кроссовер Общение с этими автомобилями у меня было С каждым из них по отдельности Вполне возможно, что я бы расположил их для себя В другом порядке Однако, не пинайте строго Для Нижнего Новгорода Я их расположил именно в такой последовательности Соответственно, у нас уже есть вброс У нас есть кроссовер за 500-600 тысяч рублей Для Нижнего Новгорода Мы снимаем этот обзор в Москве Дела меня сюда привели И мы решили не откладывать и снять его именно здесь Я думаю, вам понравится Не забывайте подписываться, ставить лайки Поехали! Итак, пятое место На пятом месте находится автомобиль На самом деле, с которым у меня немало было опыта общения А автомобиль довольно классный Но, однако, его надежность под небольшим вопросом И второе, стоимость запчастей на порядок выше, чем у конкурентов, расположенных на местах выше Итак, встречайте, на пятом месте у нас Ниссан Кашкай Вообще, в бюджете 500-600 тысяч рублей Кашкай будет рассматриваться с 8-10 года Это будет такой довольно живой автомобиль Немножко повидавший на своем веку Однако, еще крепкий и вполне долговечный Который можно использовать, ездить и радоваться Еще один жирный плюс Кашкай, в связи с остальными автомобилями в нашем топе В том, что он бывает в самой жирной комплектации То есть, все остальные автомобили близко не дотягивают до топовой комплектации Кашкай И это жирный плюс Пятое место он заслуживает просто потому, что тип КПП на нем устанавливаемый Это вариатор Он более требовательный к обслуживанию На нем особо не погоняешь И если кто-то за тебя погонял на нем, то проверить это довольно сложно Мы же рассматриваем поддержанные бюджетные кастоверы Поэтому вариатор такая бомба замедленного действия Естественно, если мы возьмем вариант на механике, то проблема с этим отпадает Однако, Нижний Новгород, как и многие другие города-миллионники Имеет такую неприятную черту, как пробки А в пробках, как на механике, на самом деле двигаться не очень удобно Именно поэтому минус очевиден Что касается негатива по Кашкайу, что лично мне не нравится, например, мне непонятно Учитывая то, что в Кашкайе довольно удобная посадка Из всех автомобилей, представленных в данном топе Одна из лучших, я скажу Меня напрягает, как неудобно расположены стеклоподъемники Кнопки, это же вообще касается У меня рука всегда впереди них Для того, чтобы меня, например, воспользовались стеклоподъемниками, особенно задними Мне приходится вот так вот исхитряться, искать кнопки и нажимать Вроде бы мелочь, вроде бы что-то, но неприятно Все знают, что на Ниссане Кашкайе, как и вообще на современных Ниссанах Многих отделочные материалы, хоть и довольно приятные на ощупь Но, однако, недолговечные, быстро изнашивают И это довольно неприятный момент, учитывая то, что вы возьмете машину с пробегом чуть больше сотни А руль, например, будет уже вытертый довольно серьезно Это неприятно, потому что его перешивать будет колхоз Менять на новый тоже самое ненадолго, да и довольно дорого А вот еще, чуть не забыл, негативный момент по Кашкайу, который меня реально напрягает Эта машина, в принципе, не прогревается Я говорю сейчас не про мотор Мотор-то себя чувствует нормально, но вполне может прогреться до рабочей температуры Тут скорее негатив в салоне Сначала думал, что это конкретно у этой машины Но столкнулся с другой такой же А потом еще и посмотрел В принципе, все столкнулись так или иначе с этой проблемой Установили там дополнительные помпы и кто как заморачивается Но вопрос в другом Для нашего климата это критично Как вы себе возьмете, например, автомобиль за 600 тысяч рублей И будете в дубленке в нем ездить Но это же неправильно Это, наверное, основные негативные моменты, связанные с Ниссаном Ну и то, что, естественно, у него плохая шумизоляция, ля-ля-ля Тоже неприятный момент Однако, даже учитывая все это Кашкай остается в нашем топе И твердо занимает минимум пятую позицию Просто потому, что это довольно распространенный Довольно надежный Самое главное, он ликвидный То есть продать вы его всегда сможете, если он вам не понравился И главное, есть аккуратный И самое главное, не драть вариатор Основные неприятности, которые я вам перечислил Они все несут такой более личный характер Мой Однако, выше пятой строчки В данной ситуации я его точно поставить не могу Поехали дальше Итак, четвертое место Вы точно эту машину знаете Она очень распространенная И я думаю, многим понравится Это Сузуки Гранд Витара В Гранд Витара есть ряд недостатков Я не буду сейчас говорить про недостатки двигателей Такие, как, например, трескающиеся блоки на 2.4 Или цепь на моторе двухлитровом Это довольно известные неприятности Я расскажу скорее про то Чем именно этот автомобиль может понравиться или не понравиться пользователю В первую очередь, это шумоизоляция Она действительно отвратительная на этом автомобиле Даже по сравнению со всеми остальными конкурентами Она вообще ниже Плинтуса В принципе, Сузуки компания это признала В 2008 году они якобы улучшили шумоизоляцию арок колесных Но по факту шумка общая в автомобиле ничуть не изменилась И вам, честно скажу, не ждите многого от этой машины В принципе, да, выглядит он внешне неплохо Но по факту, когда едешь с ним в салоне Я не знаю, меня не покидает ощущение того, что меня обманули Вот серьезно То есть я как бы заплатил такие деньги за автомобиль, например А получил какой-то недо... Вот в нем все недо Недо, недоделано Нива к 100 тысячам просто в дрова превращается Все сейчас словом Я как бы с ними немало общался У меня у бати была новая Нива Я видел, в каком она состоянии приезжает к 100 тысячам Она уже просто в труху Честно сказать, у Гранд Витары у меня складываются подобные впечатления Потому что к 100 тысячам она действительно немало вложений может потребовать У Гранд Витары, почему она стоит на четвертом месте Именно, а не на втором и не на первом Потому что обслуживание довольно дорогое Однако, тем не менее, машина хорошая Есть в ней жирный плюс Это, например, бессмертный четырехступенчатый автомат Там, по-моему, Айси на 340-й стоит Он просто бессмертен Это уже полноценный кроссовер для города И у него есть жирный плюс, по сравнению с остальными конкурентами Которые присутствуют в нашем топе У него постоянный полный привод Без всяких муфт Без прочего-прочего Есть понижайка Есть блокировка межосевая И это действительно круто Потому что это дает право называть этот автомобиль Больше внедорожником Чем остальных конкурентов Однако, если мы смотрим Автомобиль для Нижнего Новгорода Именно внедорожные качества Не являются главным критерием Потому что все эти кроссоверы Обладают повышенной проходимостью И этого достаточно для того, чтобы гонять По тем ямам-буеракам И по тому снежному насту Которую в Нижнем Новгороде я встречал Есть очень хорошие комплектации Особенно бесключевой доступ Это жирная штука, очень приятная И учитывая то, что мы будем рассматривать автомобиль По сути, шестого-восьмого, девятого края года Это очень неплохо Получить бесключевой доступ То же самое есть у нас на Кашкае И поэтому эти две машины Вроде бы находятся внизу нашего топа Однако, тем не менее По оснащению они переплевывают всех остальных Всех, кто в этом топе будет дальше Поэтому этот автомобиль смело И четко занимает четвертую строчку Жирный плюс Если вам для вас он актуален И вы едете на дачу Это полный привод С понижающей передачей И возможности блокировки дифа А также и топовые комплектации С бесключевым доступом Люком и прочими приятными няшками В виде кожи и так далее А у нас она на четвертом месте Поехали дальше Итак, на третьем месте Очень классное культовое автомобиль Для тех, кто знает Хонда CR-V в кузове 2 Тачка мне очень нравится Я бы дал ей смело первое место Но есть ряд моментов В первую очередь Очень тяжело найти на вторичке Варианты все почти с пробегами От 150 до 300 Скрученными, перекрученными Битые, перебитые И продается их всего немного Она не возведена в культ И она не является бестселлером Чего достигнет То же самое Кашкай И Гранд Витара даже Можно сказать бестселлер А вот CR-V нифига Однако она у нас на третьем месте Взяв этот автомобиль Однажды покатавшись на нем Я вам точно говорю В сравнении, например, с тем же Кашкаем И с той же Гранд Витарой Вы выберете уже Хонду CR-V расшифровывается Как автомобиль для пикника Как раз И вот для этого Они туда засунули столик То есть, по сути, у вас Штатный столик в багажнике Вы приехали куда-то отдохнуть Открыли багажник Достали столик И ништяк Можно жать шлычки И на нем кушать Это действительно приятно Но это, естественно, не единственная причина По которой она здесь Она довольно классно рулится Для своих габаритов У нее довольно хорошая проходимость Вообще, еще довольно жирный плюс В этой машине Это отделочные материалы Они довольно на высоком уровне То есть, по сравнению С предыдущими двумя местами Они покачественнее И долговечнее То есть, это тоже жирный плюс То, что в тачке Пластик не скрипит Даже через гигантские пробеги В принципе, автомобиль Хоть и старый Но Вот в нем чувствуется Та самая японская Самая главная причина Это гигантский запас прочности То есть, у этого автомобиля Он действительно большой И она переплевывает И Гранд Витару И Кашкай По запасу прочности Однако, она не зашла у нас на рынок Тачка действительно классная Но чувствует сразу Что она сделана В первую очередь С прицелом на Америку А не на Россию А не на Европу Потому что, например Даже селектор под рулем Это такая фишечка Которая часто встречается На американских автомобилях И они, в принципе, ее любят У нас она не так сильно развита Почему эта машина Находится всего лишь на третьем месте А не на втором А не на первом Ее нераспространенность Это сложности с запчастями А они есть, поверь От трех дней до месяца Ждал запчасти Потому что по наличию Здесь что-то найти Не так-то и просто И стоят они Как и на всех Хонды Довольно дорого Закисающие задницу порта Довольно частая проблема Еще там есть минусы С крестовинами На заднем кардане Это тоже Но это, я думаю, вас не коснется Потому что в большинстве случаев Они уже поменяли И также есть недостаток Такой же, как в Серве 3 Это проседают задние пружины И задние колеса становятся домиком И даже это устраняется Лечится Пусть довольно недешево Но, однако, вы делаете это один раз А если вы берете подержанную Серви На которой что-то когда-то возили То уже давно все сделано И вам нечего даже по этому поводу спарить Тачка действительно классная Однако, я думаю, что она оторвана Немножко от нашей жизни К сожалению Но если вы найдете ее То я вам гарантирую Что она вас будет радовать долго и долго Поехали дальше Итак, что касается второго места И тут же первого Я на самом деле не смог Однозначно для себя Решить пока какой автомобиль Я поставлю на первое место Какой я поставлю на второе место Поэтому сейчас в ходе, скажем так Рассказа и обзора Я думаю, я сам пойму это И я думаю, что у многих из вас Сложится свое личное на это что-то впечатление Итак, представляю вам первое и второе место Как вы уже поняли Это Чундай Туксан А это Рено Дастер И сейчас я вам о них расскажу А как вообще в голову могло прийти Провнить старое корыто С новым современным корытом К примеру, старый, зарекомендовавший себя автомобиль Прошлый век технологии Блин, там 2002 год, третьей разработки Полноценной этого автомобиля И новый, современный 2009 год Супер все навороченное Должно быть как бы Однако не все так просто Я чувствую, что этот автомобиль был более продуманным Плюс-минус Оба они пробежали в сотку по факту Если посмотрим на то, как выглядит после этой сотки Дастер Сразу чувствуется, что на разработку этого автомобиля Потратили, ну, не так много денег То есть, по сути, там, по-моему, 290 миллионов евро Для разработки нормального автомобиля Это недостаточная сумма В связи с этим появилась куча огрехов у этой машины Крайне негативных Например, моменты, которые так или иначе связаны с аэродинамикой Они даже не стали устранять К примеру, вот эти вот сколы на задних арках Ну, это же просто конец По сути, это непродуманность Если мы посмотрим на Туксан То здесь стоит пластик для этого Здесь стоит пластик, поэтому ничего нигде не отбивается Здесь же нет, они решили сделать таким образом Следующий неприятный момент, который касается как раз именно разработки Всем известная уже в сто раз пинаемая, обсуждаемая проблема С трещинами на задних крыльях, на крыше на этом Дастере Она здесь тоже присутствует По сути, вот это разошедшийся кузов Здесь плохая сварка панелей между собой А здесь лежит герметик В этом месте И этот герметик начинает просто растрескиваться Конец вообще То есть, вы покупаете себе машину, которая просто разваливается Я не знаю, как по-другому сказать Она разваливается И вот, например, отсутствие даже минимального пластика То есть, экономили как могли Вот здесь вот, это на АКУ очень похоже У АКИ также, в багажнике Металл везде, металл, металл, металл То есть, на этот счет, например Тем хитерам, которые скажут Как же ты можешь сравнить между собой Свежий Рено Дастер за одну же сумму И старый Хюндай Кто купит себе такое корыто Поверьте, это корыто переживет вот это Кстати, вот, на Туксане есть красная перка Туата, которой нету здесь Это стекло Блин, это такая классная штука Тут колеса лежат Вот, классная штука Стекло Как на Туареги Вот эта штука мне, блин, всегда нравилась Отдельно можно взять, открыть стекло, положить что-нибудь Здесь, естественно, на Дастере этого нет На АКУ очень похоже У АКИ так Еще тут же, вот, неприятный момент, связанный с этим порогом Посмотрите, вот, на эти следы Это следы ног чьих-то, ботинок И разбитых надежд Потому что, когда вы, например, решили куда-то на Дастере приехать Оделись чистенько Белые штаны Все везде классно, замечательно Вы выходите просто из машины И это конец Потому что, если у вас белые штаны Я вас поздравляю На левой ноге у вас обязательно будут сзади грязные следы Я поэтому надел черные джинсы Я уже вытер пороги на этой машине Весь негатив, по сути, в Дастере Лично для меня связан с тем, что они не заморочились Не вложили бабла в разработку этого автомобиля Дастер более современный автомобиль И дизайн его ближе к тому, который требуется сейчас Туксан выглядит как рыба Вот лягушка или рыба И салон современней Хотя тоже убогий Но тоже современней, чем в Туксане Салон здесь действительно отвратительный Что касается пластика Пластик стандартный японский Ну, что вы хотели? Беспонтовый пластик Серьезно, пластик тоже говно Что здесь, что здесь Пластик говеный И дизайн отвратительный Вот просто в салоне у Хендайя дизайн отвратительный Но извините, это, блин, почти 12 лет назад машина выпускалась А вот автомобиль, который недолгим 7 лет назад начали выпускать 5 лет разницы И здесь уже, в принципе, дизайн-то вроде бы поинтереснее по салону, да, если посмотреть Но пластик по качеству такой же дерьмище А вот сидушки, например, похуже даже по качеству, чем в Туксане Жесткость кузова недостаточно И это самый главный минус этого автомобиля Потому что на них повально бьются лобовые стекла Потому что кузов слишком мягкий, непродуманный Возьмем старый-старый, древний-древний Сюндай Здесь такого в жизни нет Жирнейший плюс этой тачки в том, что она очень дешевая на обслуживании За копейки, копейки, копейки можете обслужить эту машину Здесь все, куда ни плюнь, все стоит дешево Это тот самый редкий автомобиль, редкий Который был выпущен тиражом более миллиона штук Более ляма выпустили Дастер его до этого еще пилить и пилить Однако он тоже, я думаю, придет рано или поздно к этой цифре Шумоизоляция на Дастере реально на порядок лучше, чем на Туксане И если кому-то важно, уже стоит задуматься Главный плюс его настройки Настроен он очень приятно Чувствуется такая резкость, то есть Туксан более ватный И на нем как не погоняешь, да и не хочется Он такой какой-то плюшевый Вот по факту, зная, какими бывают Туксаны в хорошем состоянии И какими бывают Дастеры в хорошем состоянии Именно такие машины в самый раз подходят под такие города Я считаю нижнему вообще Самый оптимальный вариант это Тушкан Ну, в бюджете, конечно То, что ты Вообще в этом топе автомобили Если бы я взял просто холодной головой и разместил бы их Естественно, было бы все перемешано Вполне возможно, что Дастер вообще вылетел бы из этого топа Или встал бы максимум на пятое место Туксан встал бы где-нибудь на четвертое На третье встал бы Кашкай, на второе Гранд Витара И на первое я бы поставил Хонду Серви Но это если бы мы оторвались от реалий И просто рассматривали чисто автомобили Но мы не можем себе это позволить Так как у нас поддержанные автомобили в топе Поэтому мы делаем все с поправкой именно на это У меня лично есть четкое мнение Вот после общения плотного с этими двумя автомобилями Для меня первое место однозначно занимает Hyundai Tucson Я вообще не очень люблю Рено, как вы знаете В общих чертах это все Я уверен, что у нас сложилось свое собственное мнение Поэтому мы сделаем голосование под этим видео Кому нравится, можете голосовать за тот или иной вариант Кому не нравится, можете голосовать против всех Можете назвать меня, как всегда, дураком За то, что я выбираю такие автомобили Однако это мое субъективное мнение Я считаю, что эти автомобили точно достойны внимания И они для Нижнего Новгорода подходят лучше всего Не забывайте ставить лайки, потому что именно на этом и ориентируемся Мы будем понимать, что это направление вам нравится И будем снимать новые подобные видосы Всем пока! И тут возникает такой интересный нюанс Рено Дастер 13-14 год за эти деньги У нас 500-600 тысяч рублей 13-14 год В зависимости от комплектации, мотора и прочее И Hyundai Tucson 8-10 год Понятно почему Потому что в 10-м их перестали выпускать В принципе, вы его свежее 10-м не купите Не сможете И если мы посмотрим Tucson можно взять дешевле гораздо То есть, по сути, от 400 стабильно можно взять живой Tucson Особенно если это будет бензинка на переднем приводе и на механике Однако, мы говорим сейчас про лучший автомобиль в этом бюджете Для Нижнего Новгорода И я вам скажу, что Hyundai Tucson будет одним из лучших Просто потому, что это конкретно у нас дизель на полном приводе И вот именно это уже, скажем так, прибавляет стоимости этого автомобиля И прибавляет ее ценность, скажем так, в разы выше, чем ухудшим У конкурентов У Duster тоже есть дизельная версия И поэтому он тоже здесь Если мы возьмем, например, Grand Vitara Где дизель? Если мы возьмем Qashqai Дизель есть, особенно на автомате Но хрен вы его, в принципе, купите Потому что это все введеныш Официально же он к нам не поставлялся И если мы возьмем Honda Servi У нее тоже есть дизель на механике Но ее не то, что вы ее бензиновую-то не купите А дизельную, тем более, в принципе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА